Итак, в рамках программы «Наш день» мы решили провести небольшой социальный эксперимент. Сотрудник медиахолдинга АСТВ Анастасия Жукова решилась прожить на прожиточный минимум целый месяц. Настя, как ты решилась на это? Ну, не так давно я встречалась с друзьями, один из них жаловался, что маленькая зарплата, практически ничего нельзя на нее купить. Ну и кто-то тут в компании пошутил, сказал, что ты еще радуйся, что не на прожиточный минимум ты живешь. По сути, так и возникла эта идея прожить целый месяц на прожиточный минимум 14 501 рубль, как мы выяснили, он составляет. Ну и теперь целых 30 дней впереди и будем смотреть, как можно и можно ли действительно прожить на эти деньги. Ну и прямо сейчас нам надо получить эти деньги, отправляемся к банкомату. Я пошла. Ну а я присоединюсь к тебе позже. Немного статистики. 14 501 рубль – это прожиточный минимум для трудоспособных граждан. Для пенсионеров – 10 878, для детей – 14 668 рублей. Доля численности населения с доходом ниже величины прожиточного минимума в Сахалинской области составляет 9,11%. Это примерно 44 тысячи человек. Ну и сейчас мы встречаем нашу героиню Анастасию. Мы идем на рынок, потому что именно здесь можно приобрести продукты по более-менее оптимальной цене. А еще здесь можно торговаться. Этим обязательно и займемся. Пошли. Я думаю, что мы не будем покупать прям все строго по продуктовой корзине. Начнем, наверное, с курицы. Если, может быть, хватит денег немного еще на какой-нибудь другой вид мяса, может быть, рыбы. Ну, для начала купим курицу. Здравствуйте. Скажите, а у вас курица в какую цену? При автуре 160 рублей, а халявь в 1 минуту. Давайте за 180, а у вас 200 на воду? Так, получается, 244 будет? Ну, 245. 245. 245. Может быть, 5 рублей хоть скинете? Ну, давайте скинем. Давайте? Давайте. Спасибо. Ну, что, давайте. Спасибо. Приходите. Обязательно. Спасибо. Покупать Настя не спешит, приценивается, да и на объем ставку не делает. Рис можно расфасовать. Вот тебе уже и не килограмм, а только половина от него. Какая-никакая, но экономия. На фруктах внимания не останавливаем. Бюджет такие расходы может не покрыть. А вот картошка, свекла, морковь и зелень пригодятся для борща. Вкусно и полезно. Рационально, но как все-таки насчет фруктов? Я думаю, только яблоки мы себе пока позволим, и все. А потом уже посмотрим. Вот если будут к концу недели деньги все-таки оставаться, то накуплю фруктов на целую следующую неделю. У этой витрины продавец тоже идет на уступку. Делает Анастасии скидку. Пока нужно понять, можно ли позволять себе какие-то непредвиденные в данной ситуации траты. Мы проходим мимо конфет. Да, мы отворачиваемся, я уверена, от них отворачиваюсь, чтобы все-таки не соблазняться. Нужно дойти до павильона, где продают чай. Пока Настя ведет счет в уме, вечером подсчитает все затраты за день, для этого решено завести блокнот. Если вновь обратиться к статистике, то в среднем, по сравнению с сентябрем прошлого года, цена на минимальный набор продуктов питания изменилась на 500 с лишним рублей. Могу вот еще такую интересную дать вам для вас справочку о структуре потребительских расходов населения. Допустим, группа с наименьшими среднедушевыми располагаемыми ресурсами основную часть своих доходов, выше 50% от них, тратит на покупку продуктов питания. А у группы с наибольшими среднедушевыми ресурсами основная часть уходит на покупку непродовольственных товаров. И, допустим, такой факт, как питание вне дома, будем говорить, бедные и богатые, у бедных практически нет, то есть там всегда ноль стоит на питание вне дома. А у группы с наибольшими располагаемыми ресурсами, у них цифра всегда здесь какая-то отмечается. Наступил уже вечер, мы у Насти в гостях, она готовит себе ужин. Настя, что готовишь? Сегодня у нас будет куриный суп. Все предельно просто, минимум продуктов, минимум стоимости, как мне кажется. Буквально небольшой кусочек той самой курицы, которую мы купили, полторы, там, я не знаю, одна, сколько понадобится картофелина, одна морковка, половинка лука, ну, на мой взгляд, в принципе, все довольно бюджетно. Пока варится суп, мы подведем итог. Сколько же всего Анастасия потратила за день? Настя? Ну, наши расчеты сегодня будут очень простыми. Первая наша трата была, это курица, 240 рублей, как вы помните, мы немножко сэкономили, сделали небольшую скидку мне. 146 рублей нам обошлись рис и гречка, затем 470 рублей, это нам обошлись все овощи. 125 рублей, это было мыло и туалетная бумага, 87 рублей, чай и 65 рублей, это кефир. Итого 1133 рубля потратили мы в первый день. Не знаю, действительно ли хватит вот этого набора продуктов на целую неделю, собственно, и будем экспериментировать, но нужно учесть еще то, что я не покупала ни шампунь, ни гель для душа, который хотелось бы, конечно, иметь. Ну, я думаю, каждой женщине хочется иметь в наборе тот же самый кондиционер, правильно? Конечно, хочется, чтобы вот стандартное, все то, к чему ты привык, чтобы оно всегда было с тобой рядом. Плюс еще ко всему мы не берем в расчет, что нужно, предположим, может быть, было бы купить косметику, то есть мы предполагаем, что это есть. Опять же, в эти наши траты не вошли ни молоко, ни десяток яиц. Все это будет появляться постепенно и, конечно, тоже будем плюсовать абсолютно все, каждую копеечку, как и обещала с самого начала. Настя, на прощание. Мы желаем тебе приятного аппетита. Спасибо.